Шефи продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Никак нам не обойти стороной тему коронавируса. Сообщения по этому поводу со всех сторон и высказывания специалистов, врачей, не врачей, а обывателей. Ну вот сообщение, которое пришло из Израиля, по-моему, очень интересное. Вы знаете, у меня перед глазами лежит, я распечатал отчет некого профессора Толливического университета Ицхака Бен Израила. Он не только на самом деле профессор университета, он еще специалист по эпидемиологии, он еще и математик, кроме того, что он врач. А, значит, кроме того, он еще консультирует целый ряд стран, связанных вот как бы с развитием эпидемии, предотвращением эпидемии и тому подобное. И он изучал данные, которые стали уже доступны с целого ряда стран мира, потому что эпидемии вот у нас как бы с января валяют по миру, да, уже, так сказать, апрель. То есть три месяца полных какие-то данные поступают, специалистами обмениваются, друг другу показывают и тому подобное. И вот он собрал информацию из США, Британии, Италии, Франции, Германии, Испании, Израиля. И вынес абсолютно, значит, шокирующие выводы сделал из этого. То есть построил график и построил, так сказать, развитие болезней. А он сообщил, что вне зависимости от того, что делало государство, закрывало ли он, как Израиль, границы, там заставляло людей сидеть дома и тому подобное, у нас то же самое происходит, да. Или Швеция, в которой, так сказать, жизнь практически течет, как она и текла. Единственное, что людей попросили не очень собираться вместе и тщательно мыть руки перед едой после того, как они приходят из дома. То есть такие нормальные вещи, которые и так должны происходить всегда во всех странах мира. Вирус, как он утверждает, развивался совершенно одинаково. Что это значит? Это значит, что количество зараженных и снижение заболеваний получается абсолютно одинаковым, как бы ты себя не вел, что бы ты ни делал. То есть поразительно, да? На шестой неделе, утверждает, значит, Беда Израил, самое большое количество заболевших везде, во всех этих странах, во всех. Значит, потом с шестой по восьмой неделе это, что называется, устаканивается, выходит на плата. А после восьмой недели с той или иной скоростью он начинает двигаться вниз. То есть плата, от которого все ждут, достигнута. Но нам-то все время говорили, что экспонентно развивается вирус, что он должен как минимум полстраны, некоторые говорили 3 достаточно, некоторые говорили 80%, но там как минимум полстраны должно переболеть, а пока они не переболеют иммунитета общественного. Не знаю, как это по-русски называется, по-английски это herd immunity. Значит, стадного, не знаю, как по-русски говорят точно. Пока не возникнет, все, так сказать, он развивается, развивается, развивается и всех охватит. Вот, поразительно совершенно, но это не так в действительности. И вот, значит, Беллизеран говорит, что похоже, что этот вирус имеет свой собственный жизненный цикл, пишет он здесь, что развитие у него неэкспонентное. То есть, опять, все время нам говорит оно экспонентное, то есть взрыв такой во все стороны, да, а оказывается нет. Значит, в ответ на вопросы об Италии, потому что, ну, так сказать, сразу же возникли вопросы, так сказать, у американцев еще и про Нью-Йорк, отдельная история. Ну, вот, когда вы его спросили об Италии, то, значит, Беллизеран рассказал, что итальянская медицинская система, медицинское обслуживание в 2017 году был обсужден обновленный грипп. Тоже не смогло принять людей, они тоже валялись в коридорах, они тоже умирали, все было то же самое, якобы морги переполнены. То есть, у них был полный распад медицинской системы, они не смогли принять то количество людей, которое до вот этого вируса приехало. То есть, они вообще, сказал, значит, Беллизеран вообще в Италии ни к чему не готовы. Значит, у них была абсолютно та же смертность в 2017 году, как и сейчас. Они просто от стыда скрывают это. Ну, вот и прямая цитата, значит, из его статьи, сообщения, доклада. Я думаю, это массовая истерия. 4500 человек умирает в Израиле ежегодно от осложнений, от гриппа сезонного. И от этой эпидемии на самом деле пока что умирает меньше людей, чем от других вирусов. Зачем мы закрыли страну? Говорит ведущий израильский ученый о эпидемиологии. Значит, еще добавил Беллизеран модель, при которой, значит, вот, я извиняюсь, я отвлекаюсь сюда, чтобы посмотреть на цифры. Модель, при которой, значит, без карантина в Америке умерло бы 2,2 миллиона человек, а в Англии умерло бы 500 тысяч человек, была разработана неким Нилом Фергюсоном, то ли руководителем Imperial College, то ли главным, так сказать, их там, вирусологом в Imperial College в Лондоне. После чего, так сказать, и началась, собственно, вся истерика. А Беллизеран говорит, что у него вообще, значит, его коллеги много раз ловили этого Нила Фергюсона на том, что он имеет тенденцию значительного превышения опасности от каких-то там эпидемий и смерти. В 2001 году, как пример, значит, того, что Нил делал, Беллизеран сказал, значит, он поразил, Нил поразил мир, сообщив, что 150 тысяч англичан умрет от вируса, ну, вот, по-английски это звучит бешеной коровы, я не знаю, как это, по-русски, наверное, так сказать, что-то такое близкое к этому, да? То есть, предсказал 150 тысяч человек, а умерло обычные для Англии сезонные 20 тысяч человек, которые всегда приблизительно плюс-минус это количество принимают от гриппа, от осложнений гриппа разных, их просто не называют страшно. А так, так сказать, очередное, там, 176-ое, там, и прочее, и прочее. То есть, умерло 4% от того, что Нил предсказал, господа, не на 4% меньше, а 4% от. Вот. Беллизеран не только врач, как я уже сказал, консультант темы, но и математик, и, значит, он сказал следующее, я понимаю, почему Трамп, Джонсон, Натаньяу и другие закрыли страны. Когда к тебе приходят специалисты и говорят, что у тебя обрет миллионы, то ты не можешь ничему не делать, естественно, да? А что ты можешь делать? То, что тебе эти же специалисты говорят. Единственный способ, чтобы не угробить, так сказать, миллионы людей, срочно всем по намам, все закрывать, все там, школы, так сказать, дистанционно все, так сказать, чтобы не ходили, чтобы не трогали, чтобы не плевались и тому подобное. Но на деле-то оказалось, что эти расчеты обман, либо паскудаумию, что уже говорили израильтяне. У них там есть лаборатория в Иерусалиме, по-моему, которая называется лаборатория по изучению развития эпидемии математической. И там работает мужик Дан, доктор Дан, забыл его фамилию, все время забываю. Он в Еле делал свою докторскую диссертацию, и как раз, так сказать, на примере Эболы он ее делал, потому что в Африке стала развиваться Эбола. Из Анголы, в которой самое страшное, так сказать, было там 13 тысяч человек погибло, а Эбола, так сказать, ну невозможно ничего сделать, нету лекарства, да? Я не знаю, сию секунду, но тогда не было. И к нему обратились, в Еле обратились, зная, что они этим занимаются, он вел эту тему, и он придумал, математически посчитал Анголе, кого им изолировать, как изолировать, что будет происходить. И практически за несколько месяцев снял полностью эпидемию Эболы в Африке. То есть он серьезный человек, да? Вот, да, буквально через две недели после начала этой массовой истерики сказал, ребята, вы что, с ума сошли, что ли? У меня, сколько я не считаю, получается 0,1, у него получилось от 0,3 до 0,45 процента умирает, говорит, у меня еще неточные данные, может еще меньше. Сейчас похоже, что умирает 0,1 процента. Ну ладно, это я, так сказать, так, да? Вот, значит, обратно к статье. Значит, либо по сходоумию, либо преднамеренно, чтобы повысить свою значимость. А что произошло в результате этого? Мировой спад экономики, мировое разрушение экономическое, миллионы людей останутся без работы, миллионы людей потеряют бизнес, и миллионы, так сказать, больше значительно, это про Америку, говорю, миллионы. То есть, вот, я очень надеюсь, что в Белом доме, то есть я точно знаю, что получили это исследование, оно, так сказать, уже к нам пришло вторично, вчера оно, так сказать, уже разошлось по главам всех стран. Вот. Я очень надеюсь, что они будут учитывать вот всю эту математику, сначала проверят ее, естественно, своим дадут и тому подобное, а потом будут учитывать эту математику в тех решениях, которые будут приниматься. Вот, так сказать, что я считал необходимым Сережа рассказать с нашим слушателем. Спасибо большое. Я напомню, телефон студии 847-400-5200, если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. Вообще, честно говоря, я не могу себя заставить уверовать в ту или иную статистику текущего момента, поскольку посчитать смертность невозможно, потому что мы не знаем количество инфицированных. Конечно. Конечно. Да. Мы их не знаем просто, ну, в силу объективных, субъективных причин. Ну, у нас есть всего... Одну секунду. У нас есть всего два и пока не очень больших исследования. Одно, которое проходило в Южной Корее, чуть благоскал в Северной Корее. Вот. Там исследования проходят очень просто. Всех выстраивают, всех стреляют. А Южная Корея проходила, по-моему, там около 1500, около 2000 человек. И второе, которое происходило, делало USC, это Южно-Экалифорнийский университет у нас в Лос-Анджелесе. Там было 862 человека на исследовании. И там, то, что называется рандомли, я не знаю, как сказать по-русски, да, вот просто людей, не определенных каких-то, что называется, какие попадутся, да, взяли, как находили, где находили, не знаю, но людей, которые делают такое тестирование и делают такие опросы, обычно, так сказать, есть какая-то методика своя. И вот выяснилось, что в Лос-Анджелесе, например, в 40 раз больше зараженных, чем они думали раньше. В 40 раз. То есть, теперь сразу же разделите на 40 тот процент, который они нам давали умирающих, понимаете? Я видел это исследование, да. Поэтому я говорю, что такие... Давайте попробуем принять звонки. Добрый день. Добрый день, Леон. Я просто в восторге с ваших передач. Просто великолепно. Вы везете все вняв. Так, а но, где же но? Спасибо за передачу. Я уже несколько раз, несколько товарищам задавал один и тот же вопрос. И от меня кто-то отговаривается, не знаю, не понимает. Есть такой у нас золотой запас. Золотой запас в стране. На какой случай он нужен? Когда его можно использовать и для чего он существует? Я уверен, что вы это знаете и мне вы ответите. Заранее спасибо. Сергей, повтори вопрос. Что у нас есть еще раз? У нас в стране есть золотой запас. И для чего он нужен и когда он используется? Почему бы нам не использовать сейчас этот золотой запас? Ну, в общем... Ну, золотой запас используется в двух случаях. Первое, у нас все-таки наши деньги теоретически должны быть чем-то обеспечены. Что такое деньги? Деньги, которые мы пользуемся. Бумажка, да? На бумажке написано, вот за это мы тебе даем столько-то золота. Сейчас, на самом деле, оно уже очень сложно. Америка отошла от использования золота в качестве эквивалента. Но, тем не менее, мы чем-то должны обеспечивать его. Вот приходят к нам люди и говорят, вот вам ваши доллары. Нам не нужны доллары, дайте нам эквивалент. И мы должны дать этим людям, государствам, не знаю, там все что угодно, эквивалент того, что стоит на данный момент унция золота, или что стоит 100 долларов, или там называйте как угодно, да? Стоит 100 долларов, имеете в виду, в золоте. А, значит, то есть он обеспечивает денежной массе, сама вся, что деньги же ничего не стоят, деньги же просто обязательства. Я даю человеку деньги, они сами, их скушать нельзя, ничего с ними сделать нельзя, правильно, их в кубышку. Мы еще не в кубышку, мы просто отдаем в банк, и нам в электронном виде сообщают, у тебя есть там 3824 доллара. А что это значит? А это значит, что на это можно что-то купить. Вот это обеспечивается золотом, это первое. Второе, золотой запас используется в самых крайних случаях, когда, ну, дела совсем плохие. Вот, скажем, Россия сейчас начала использовать свой золотой запас, они за последние три года набрали какое-то количество, вроде бы набрали, я не знаю, может, врут, может, разворовали, уже давно все, но вроде бы набрали, и сейчас они, чтобы держать рубль, не давать ему дойти до отметки 100 рублей за доллар, где-то там 75-80 они его пытаются держать, они вбрасывают все деньги из золотого запаса, ну, по крайней мере, продают как бы золото, получают за это доллары там или что-то еще, и вбрасывают это на рынок. Вот, так сказать, второе использование, это в какой-то критической ситуации, использовать часть этого запаса на что-то. Наверное, мы вступили в войну, да, у нас там не хватает на оборудование, на железо, я не знаю, на что, нужно покупать-то в других странах. Наши деньги никто брать не хочет, потому что наши ничего не стоят, мы воюем. Значит, надо чем-то рассчитываться, вот рассчитываются тогда золотым запасом. Я уверен, что есть еще много всяких других, использовали, но я, честно говоря, не специалист в этом деле, надо было сказать, с самого начала, но я какие-то общие две вещи сказал, а дальше я уже глубже не знаю. Я тоже не знаю. Да, вы помните только единственное, что начиная с 1973 года, как бы мы не приравниваем деньги к золотому запасу. К огромному сожалению. То есть я знаю аргументы за то, что, так сказать, это отмерить приравнивание, но не приравнивание, а обмен прямой. Но я считаю, что это, если можно было бы этого избежать, то это огромная ошибка. Это сразу же обесцелено. Деньги позволило деньгам, инфляции позволило происходить, и тому подобное. Если бы они были... Вот Рэнд Пол, с которым я в этом смысле абсолютно согласен, утверждаешь, что нужно сделать две вещи как можно скорее. Это первое, вернуть деньгам, так сказать, привязку к доллару, к золоту, и второе, уничтожить федеральный банк. Я только хотел сказать, перед тем, как вы начали про Рэнда Пола, я хотел сказать, как истинный либертарианец, как бывший активист партии, вы должны знать. И Рэнд Пол об этом часто говорил, кстати, о том, чтобы приравнять. Мы с ним совершенно совпадаем, вот в этих вещах. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Леон. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, если еще целый месяц не запустят производство более крупное, чем рестораны и магазины, то сумеет ли Америка выйти хотя бы на какой-то приличный уровень, когда Трамп сможет как-то баллотировать? Ну, хороший вопрос, потому что на самом деле он предполагает правильную предпосылку о том, что существуют силы Соединенных Штатов Америки, которые будут всеми силами противиться тому, чтобы мы выходили на работу, а именно, чтобы наша жизнь улучшалась и таким образом, так сказать, народ бы, ну, скажем, сказал, ну, все в порядке, вышли из кризиса, все было прекрасно, Трамп молодец, чего мне против него голосовать? То есть политические силы, они, естественно, есть политические силы, которые стараются всеми силами сделать так, чтобы нам было плохо. Если вы там отслеживали, там, в какое-то время, Билл Майер выступил у себя на программе, человек, который мне очень нравится, он и юмор у него чудный, и рассуждения прекрасные, и прочее. Единственное, что, так сказать, вот какая-то вот эта вот, не знаю даже откуда-то, ненависть просконная к Трампу и какие-то вещи, которые вдруг у него проскакивают, меня ошарашивают. Вот он сказал следующее. А он такой голос, более-менее центральной части демократической партии. Он сказал, я готов, он готов, он миллионер, я готов, чтобы стране было плохо, я готов на то, чтобы у нас обрушилась промышленность, я готов на то, чтобы у нас выросла безработица, лишь бы из Белого дома ушел Трамп. Вот эта позиция, она мне очень знакома, потому что я встречаюсь с людьми, которые вроде адекватные, вроде нормальные, вроде с ними можно говорить о чем-то, но он только делал такое-то о Трампе или там просто республиканцы. О ужас, какие ужасные люди, они свою там бабушку сбросят за деньги с утеса. Я просто поражен тому, что кто-то вообще может даже думать в этом смысле, в эту сторону, что, мол, пусть будет Америке плохо, главное, чтобы президент, которого я не люблю, не находился бы в Белом доме. О ужас, мои чувства оскорблены, я не люблю его смотреть по телевизору, поэтому пусть миллионы людей сидят без работы, страдают, пусть кончают жизнь самоубийством, пусть идут в депрессуху, пусть идут в пьянство, в наркотики, мне совершенно наплевать, главное, чтобы мне не было неприятно от того, что я смотрю телевизор, и там Трамп президент. Ответ он на вопрос? Наверное. 847-400-5200, телефон нашей студии. Что касается... Да, и в связи с этим, как раз я хотел еще сказать, что если у нас нет еще звонящих, или я могу секунду еще вставить, я еще одно сообщение снял сегодня с утра, значит, с прессой, которым мне тоже очень понравилось. Значит, господин Байден, где он у меня, вот он, да, значит, сказал, что он вчера встречался с крупными такими донорами, скажем, демократической партии, и сказал, что она поразительная фраза, что Трамп будет отменять выборы, будет стараться отменять выборы. И я задумался. Ведь демократы явно помешались на Трампе, явно, да, и все, что они сами бы делали, они подозревают, сделают Трамп. Там отсюда связь с Россией, чтобы там выиграть выборы, делала Хиллари, а обвиняли в этом Трампа. Шантаж Украины делал Байден, а обвиняли Трампа, да. Политизация всего, что только может быть. Там разведки подслушивали избирательную кампанию президента, налоговая закрывала там всякие консервативные протрамповские фонды, генпрокурор запрещал своему министерству судить там черных радикалов, там крупные интернетские компании, в сговоре с демократами отрезали и вырубали консервативные группы, там и лидеров, так сказать, из Фейсбука, с интернетом, вообще, так сказать, там и того подобное. Вот то же самое, что они как бы делали, они подозревают, делают Трамп и, значит, трампоманы, или трамписты, там по-разному. Вот если бы был президентом Обама, все газеты, все телевидение Америки требовали бы отложить выборы до после коронавируса. То есть, ну так, отложить, да? А так как у руля не Обама, а Трамп, то они боятся, что чудовище, там, реинкарнация дьявола, человек, который, там, украл выборы у них в 16-м году, он решит захватить власть и отменить выборы. Вот. Неясно только, он, значит, будет отменять выборы, значит, вот именно в ноябре, или вообще до следующего раза, или навсегда, превратив республику в империю, а себя в императора. Вот Джо Байден сделал это заявление 23-го апреля на встрече с финансовыми спонсорами, это же я сказал, да? А, значит, добавив, что Трамп может выиграть только, если он это видит выборы. То есть, я думаю, что они помешались. Я думаю, что так они все время крутятся среди людей, которые, значит, ненавидят Трампа, то им кажется, что вся страна ненавидит Трампа. В 2016 году произошла какая-то страшная ошибка, какие-то оголтелые, там убийцы, милиции, с оружием в руках, что-то такое сделали и случайно совершенно выиграли. А вот сейчас любой человек, который придет от Демпартии, даже синильный старик Байден, и все, победа обеспечена. Вот слушайте и запомните мои слова, он сказал, опять-таки, читаю здесь по сообщению. Трамп будет всеми силами пытаться отменять выборы. Он придумает, почему 3 ноября это невозможно. Я уверен, я чувствую, я знаю, он сделает это. Ребята, они просто сошли с ума. С моей точки зрения, в чем Байден признался, это в том, что он бы обязательно начал придумывать, как перенести срок переизбрания. От себя добавлю, что республиканцы вообще за уменьшение роли правительства в жизни, так сказать, человека, против узурпации власти, против долгих сроков сенаторов, членов конгресса и тому подобное. Почему они вдруг начнут поддерживать кого-то, кто собирается делать что-то прямо противоположное республиканской философии, я просто не понимаю. Вот как раз демократы уже не раз доказали, что благая с их точки зрения цель абсолютно, оправдывает любые средства. Главное, чтобы цель была благая. А дальше, как мы действуем, неважно. Поэтому узурпация власти республиканцами Трампом, даже если Трампа захотела, кто бы стал его поддерживать. А у демократов, если они доказали бы своему электорату, что мы плохие, мы думаем, мы хотим нашу бабушку убить, или черных в африканских джунглях не уважаем, вот из-за этого можно захватывать власть и заставить нас уважать. Или, не знаю, там пигмеев, но базовок. Давайте приведем звонки. Добрый день. Здравствуйте, Леон. Вот я видела видео, мне прислали имейл с видео. Значит, по-моему, Newsmax, ведущий, он показывал такую цепочку. В 2014 и в 2015 году в нашей стране разрабатывали бактериологическое оружие при Обаме, хотя это противозаконно было. А потом они в 2015 году отдали все эти разработки Китаю, и Китай начал разрабатывать вот это вот самые всякие эти вирусы и все прочее. И теперь проводится как бы сейчас расследование, кто делал, что делал и все прочее. В связи с тем, что похоже, что демократы все там имеют хороший бизнес с Китаем, тот же Байден, например, Клинтон и так далее получает оттуда не просто миллионы, а миллиарды даже, то они не просто его ненавидят, не хотят видеть на телевизионном экране, они боятся до смерти, что он все это расследует и, как он говорил, осушит болото в конце концов, что он осушит это болото, и они поэтому хотят отодвинуться, они поэтому так боятся, что он отодвинет выборы, потому что они хотят ведь при помощи мэйл, то есть при помощи писем голосовать, то есть явные фальсификации, а естественно, в таком случае надо отодвигать, когда закончится вот этот вирус, чтобы не было таких фальсификаций, и тогда наша экономика заработает нормально, и конечно, тогда шансы будут все практически, что наш президент снова будет переизбран, потому что только с его гением и с его патриотизмом мы выживем, а эта свора пытается ухватить власть, как большевики в 17-м году, что вы думаете по этому поводу? Спасибо большое. Давайте попробуем разобраться, потому что вы подняли огромное количество тем, не один вопрос, а четыре или пять разных вопросов. Во-первых, насчет переноса выборов я не верю, что они будут произведены, во-первых, я считаю, что, честно говоря, в начале февраля я сказал, что вся эта история закончится в конце мая, ну, не знаю, у меня не было математических данных по этому поводу, но какое-то, так сказать, мое внутреннее ощущение, я, чтобы подтвердить, что я это делал, я несколько раз в начале февраля сказал, что к первому июня у нас на самом деле закончится уже, так сказать, острота всей этой истории. Иными словами, за лето мы выйдем в разных штатах по-разному, потому что демократические штаты будут пытаться задерживать, республиканские будут пытаться открывать как можно скорее, но тем не менее за лето мы выйдем из этого состояния, и я думаю, что в ноябре будут нормальные выборы, и нас даже не заставят стоять там друг от друга в километре. А, естественно, демократы, так как они, так сказать, не хотят отменять эти выборы, переносить их и тому подобное, то они будут там настаивать на чем-то, как вы сказали, типа, давайте мы там голосовать по почте, что сразу же открывает, нет вариантов, тогда демократы победили, потому что из каждой деревни живет 6 человек, будет идти 114 или там 3800 бюллетеней, иди потом разберись, потому что, они же сами считают это. Дальше уже само того, что позволено приходить и без всякого паспорта, без ID, без ничего голосовать, уже, так сказать, фантастика и бардак. Меня в самолет не пускают, меня не пускают в какие-то предприятия, меня не пускают даже просто в иммиграционный центр, я там для кого-то ходил, меня оставили показать документы. То есть, меня не пускают целую кучу всех организаций. Почему меня должны пускать на выборы? Я не понимаю. Но, тем не менее, значит, очень-очень много чего демократы хотели бы сделать, но я думаю, что когда-то они сделают это, когда им повезет, и у них будет в какой-то момент большинство в Конгрессе, в Сенате и свой президент. Такой какой-то момент произойдет, они быстро проведут, чтобы голосовать вообще могут все, кто может прийти на выборы, а кто не может, за него может голосовать кто-нибудь другой. Ну, и тогда, так сказать, наступит вот это счастливое будущее, о котором они всегда мечтали. Вот. Я думаю, Сережа, что я отвечу попозже на остальную часть, а сейчас у нас уже, так сказать, достаточно много времени, давай мы пойдем на перерыв, я вернусь и с той стороны перерыва закончим. Напомню, в эфире программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла», телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, можете позвонить, задать. Ну, а если вы помните вопросы, которые вам задали, это я к Леону обращаюсь. Ну, вот, меня и поймали. Я отвлекся и выскочил из головы. И у меня выскочило из головы. Извиняемся, Бога ради, передзвоня. Да, вот, как-то так. Как-то так. Ну, посмотрим. Посмотрим. Леон, вот вы знаете, что, вот, мы говорим, как бы, тема понятна, что, на самом деле, существует болезнь, существует вирус, и последствия могут быть трагическими, какие-то, ведь 50 тысяч человек, это 50 тысяч человеческих жизней, но, как бы, этого никто не отрицает. Но вот подход, как с этим бороться, как с этим жить, вот тут мнения делятся на диаметрально противоположные. И вот, скажем, большинство, конечно, тех, кто относился к Трампу и до этой эпидемии, мягко скажем, не очень, они по-прежнему продолжают нагнетать атмосферу. Любой его брифинг, они, слова сказанные, произнесенные им, переворачивают, пытаются пошутить над ним, сделать из него некого такого шута. Тех, кто говорит о том, что необходимо, все-таки открывать страну, необходимо возвращаться, потому что последствия экономические могут быть просто катастрофическими. Нас начинают ругать, что мы ничего не понимаем, у нас нет сердца, и так далее, и так далее. И вот, и даже те люди, которые, в принципе, относились к Трампу нормально, и голосовали за него, и будут, скорее всего, голосовать, но вот по каким-то причинам они это воспринимают иначе. Либо в силу личных обстоятельств. У кого-то, может быть, там, родственники находятся в группе риска, у кого-то, может быть, кто-то из знакомых или из родственников попал под жерноватой, пандемией, и ушел из жизни, можно... Давайте, давайте примем звонки, а то вообще-то я тут рассуждаю. Добрый день. Добрый день. Будьте любезны, вы, я к Леону обращаюсь, не могли бы вы назвать фамилию этого израильского эпидемиолога и линк, где можно найти те данные, которые вы... Я не могу вам сейчас диктовать по... по... сейчас... по радио. Просто зайдите на мой, скажем, YouTube или на мой Facebook и вы найдете там и то, что я вот рассказывал по этому поводу и линк к нему. Зовут его Ицхак Бен Исраэл. Бен Исраэл? Ицхак Бен Исраэл? Ицхак Бен Исраэл и он, в Толливудском университете профессор. Ага. Бен, спасибо. Бен Исраэл. Пожалуйста. О другом хотел еще. Давайте. Я вспомнил, кажется, вопрос, или часть, на который я собирался ответить. Дело в том, что огромное... Мы люди, мы смешение чувств, восприятие умом, восприятие какими-то, я не знаю, обонянием, ощущениями и т.д. и т.п. Вот. все те люди, которые воспринимают... Да, и мы конгломерат всего этого, но по-разному у каждого из нас развито это. У кого-то там прениминантное эмоциональное восприятие, кто-то существует разум, существует то, все. Вот. У кого-то, так сказать, чисто, так сказать, восприятие более статистическое, более, так сказать, какое-то такое аналитическое, я бы сказал. Это не значит, что он не чувствует. Ну, просто почувствовал, а потом вступила вот эта вот, так сказать, аналитика и начал рассуждать. Вот я думаю, что сейчас люди разделились и с Трампом тоже, и вообще, так сказать, большинство тех людей, у которых восприятие ощущенческое, чувственное, они встали демократом. А большинство тех людей, у которых предоминантное это вот аналитическое, они встали у республиканцев. Скажем так, встали консерваторов и встали, так сказать, вот прогрессивистов, там, не знаю, либерал, плохое слово, потому что оно не то означает, что сейчас в Америке имеется в виду. Так вот, что происходит? Каждый раз, когда рассматривается некое явление и говорится, что у человека гангрена и надо отрезать ногу, значит, люди, которые воспринимают это как некое эмоциональное кричат, как вы оставите человека без ноги, вы оставите человека без ноги, что вы делаете, убийцы? А люди с рациональным говорят, секундочку, ну, если ему не отрезать, он умрет, и у него дети останутся там, и туда, а, ты рассуждаешь, ты о деньгах, о заработке, а надо думать о человеке. Вот. Я специально взял такой, как бы, идиотский пример для того, чтобы объяснить, что я имею в виду. Значит, точно так же мы можем сказать и на экономике. Люди, которые говорят, не в коем случае открывайте, потому что может умереть еще какое-то количество людей, а рассказывать им о том, что если не открыть экономику, если народ не пойдет работать, то, мало того, что у них там заработка будет, так сказать, плохо, да, это будет огромное количество самоубийств, каждый 1% безработицы в Америке приводит к 12 тысячам самоубийствам в год. Значит, 2%, 24%, представьте себе увеличение на 10% безработицы это просто самоубийство 120 тысяч. Раз. Второе. Сколько людей сейчас начнет болеть нервными болезнями? Сколько людей сейчас запьет? Сколько людей сейчас сейт на наркотики? Сколько людей сейчас останутся без средств существования и начнется внутрисемейные проблемы и тому подобное? Сколько людей сейчас не пошли к врачу, потому что боятся и те, у них что-то болит и выяснилось, что они пропустили рак. И я продолжаю, могу продолжать и продолжать и продолжать с этим. Господа, последствия того, что происходит ужасные. Ужасные. Как бы мы их не спрогнозировали, они ужасные. Я понимаю, что так ум... Знаете, я еще один пример очень люблю приводить вот в частных спорах и разговорах. Когда-то перед Америкой оказалось страшное совершенно как бы, так сказать, выпад. Япония, которая напала на Америку, нельзя было просто оставить ее просто так, потому что она продолжала, так сказать, плавать их корабли, погодные лодки, сбивать, убивать и тому подобное. Значит, американцы просчитали и выяснили, что если напасть на Японию и пройти, что называется, от тех берегов до Токио, там захватить и прочее, то они смогут это сделать, но будет приблизительно один миллион погибших, из них будет 800 тысяч японцев, в том числе огромное количество гражданского населения и 200 тысяч американцев. Теперь, если, как альтернативу Трубану предложили другой вариант, давайте мы сбросим атомную бомбу на какой-то среднего размера город, погибнет 150-200 тысяч человек в этом городе, и мы полностью в этот же день выведем Японию из вот этого кошмарного состояния, при котором все время гибнут люди. То есть, альтернатива, либо угрохать 200 тысяч японцев, либо убить миллион, из которых 200 тысяч будут наши солдаты, 800 тысяч японцев. Значит, соответственно, мы знаем, какое принято решение, история осуждает, да, но решение, ведь если кто-то усядется и подумает, он примет обязательно то же самое решение, потому что другого нельзя было принять, одно миллион человек, другое 200 тысяч. Одно 200 тысяч напавших на нас, не наших, а другое 200 тысяч наших плюс 800 тысяч их. То есть, господа, дамы, это есть, когда у тебя не, вот у меня дочка младшая, как ты купил пистолет, ты держишь его дома, а, я не буду приходить к тебе, я не буду выпускать детей. Почему? А, у тебя пистолет. То есть, никаких нормальных общений по этому поводу быть не может, она входит в штопор, может уже вышла уже из этого, я не знаю. В тот момент она входила в штопор, не могла даже думать о пистолете. Я говорю, если люди придут, сейчас начнется бардак, начнут бродить, люди залезают в дома и, не дай бог, к нам залезут. Нужно чем-то обороняться. О, не, пистолет в доме. Абсолютно то же самое. Подумай, на секунду остановись, попробуй эмоцию погасить и остановись. Вот это абсолютно то же самое, что происходит у нас сейчас. Если мы будем продолжать сидеть там до октября, до ноября, до следующего года, все, кончилась Америка. Ушла свобода, ушло благосостояние, ушло, начались разбои, начались проблемы, начались гражданские войны и тому подобное. Но, не дай бог, умрет еще 3% населения. Господа, не дай бог, но они умрут и так, и так. И если, когда у нас с одной стороны весов 200 тысяч японцев, а с другой стороны, у нас миллион человек, с которыми 200 тысяч наших 800 тысяч японцев, ты выбираешь атомную бомбу. Ничего себе поделать нельзя. Несмотря на то, что ты понимаешь, что это ужасно. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Окей, мы еще вернемся к этому. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, вы знаете, наш губернатор не согласен с этим израильским эпидемиологом, и он как Сталин решил, что с развитием социализма усиливается классовая борьба, он решил, что мы еще не прошли пик развития эпидемии, и что пик придется где-то на середину или на какое-то число в мае, и поэтому карантин надо продлить до конца мая, и еще даже усилил меры борьбы без масок мы не можем пойти в магазин и без перчаток, чего раньше он не требовал. И, в общем, короче говоря, нам грозит, может быть, даже еще не только до конца мая, но и до конца июня сидеть в восстановленной жизни. Вот, как вы считаете, что можно сделать, чтобы, ну, вот такого человека переубедить и заставить его думать, как нормальные люди? Спасибо. Ну, я считаю, что его не нужно переубеждать, просто по той претене, что мы не знаем, что он думает, он действует абсолютно исключительно с точки зрения политической выгоды его и его партии, его группы, называйте, как угодно. Я думаю, что если другие штаты откроются и там будет происходить все нормально с этим, и не будет, что называется, вспышки обратной, как бы, а, открылись и тут же началась вспышка, я думаю, что на него будет оказываться постоянное огромное давление о том, чтобы он тоже открыл и следовал тому, что делают другие штаты. Все это политическая игра, это совершенно понятно, я думаю, что все уже наверху давно разобрались и просто не меняют своих точек зрения не потому, что они такие идиоты, а потому, что это им выгодно или не выгодно, а давление может только так, как в других штатах, организовывать выходы на улицу, стоять с транспарантами, говорить, на которых написано, так сказать, не дадим умереть нам, нашей стране, нашим бизнесом, дайте нам выйти на работу и звать других людей к вам присоединиться, пока еще право на демонстрации никто не отменял в США от Калики. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день, я могу слышать, Леона? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, Леон, как вы считаете, вот критика постоянная демократов, какие они там левые, коммунисты, все такое, это было бы намного лучше, если бы только республиканцы управляли нами, однопартийная система республиканская. Вы хотите спросить, что-то спросите, не читайте мне лекцию, ладно? Хорошо, я вас спрашиваю. Ваш вопрос. хороша ли однопартийная система? Это вопрос. Нет, я считаю, что... Что ваш вопрос? Вы, извиняйте, тратили, у нас осталось две минуты всего. Попробуйте его спросить, попробуйте не растекаться. я спрашиваю, была бы хороша однопартийная республиканская если вы это хотите спросить. Все, спасибо, давайте отвечу. Нет, однопартийная система была бы ужасна. Другое дело, что демократическая партия ушла со своей платформы, стала партией социалистических демократов, что бы это ни значило, по крайней мере, не все, но их ведущие, так сказать, люди, наиболее видные люди, они стали социалистами, социалисты взяты в неправильную сторону, поэтому либо демпартия должна переболеть и вернуться на свои нормальные защиту рабочего класса, среднего класса и прочей оппозиции, либо пусть она умирает и выйдет другая партия либертарианцы или кто-то еще, которые будут вот этот самый чуть-чуть слева от центра защищать. Здорово, прекрасный ответ. Печальное, самое печальное заключается в том, что, ну, каждый из нас имеет свое мнение и каждый имеет право на свое мнение. И вот, когда мы начинаем высказывать свое мнение, и если оно не совпадает с мнением другого, мы опять как бы становимся чуть ли не врагами. Причем по любому поводу. Я помню, в начале это было, когда развивались события в Украине, как бы даже украинская община разделилась на две части, между собой спорили одни так, другие так. Потом выборы Трампа опять разделились по партийной принадлежности и часть республиканцев, новотрамперов просто, так сказать, нас считают врагами за то, что мы поддерживаем Трампа. Сейчас наше отношение к тому открывать, страну не открывать. И вот многие люди, вот скажем, мой знакомый, хороший человек, у него свой бизнес и благоразумный человек вполне. Вот пишет, пост пишет, почти три тысячи заболевших в Улинойсе за последние 24 часа. все, кому по могут собраться в одном месте и обсудить это. Главное, не берите с собой маски, они вам все равно не помогут. То есть, у него, он испытывает такое чувство злости, возбуждения, вот, очевидно, к тому, к нашему подходу к этой проблеме. Мы говорим о том, что необходимо сохранить Америку, потому что последствия будут катастрофическими, если мы развалим экономику, не на что будет, не лечить, ничего делать. Но у него есть... Я как раз хотел сказать, что я не могу сказать, что отморозков нет и в республиканской партии среди консерваторов, конечно, есть, но в большинстве мы не желаем им смерти, мы не желаем им, из-за того, что у них есть какое-то собственное мнение, мы не говорим им о соберите все вместе, да умрите вы, да там, чтобы на вас это самое, без вас там. Какая-то полная хинея. Причем здесь это? У вас свое мнение, у меня свое, я буду его защищать, если вы меня не убедите, то я буду продолжаться при своем мнении, если я вас не убедил, вы остаетесь при своем мнении, договорились, что называется, что мы не договорились, но это окей. Так всю жизнь жила демократия, может демократия не самый лучший в мире способ управления, я имею в виду политическая демократия, но это, так сказать, лучшее из того, что было, скажем, до сих портнего дня на земном шаре. Это она и есть демократия, вышли, потом народ идет и голосует либо за твои убеждения, либо за мои. Ну и прекрасно, а ссориться-то чего? Закончили с этим, пошли домой, взяли вина, так сказать, взяли фруктов, посидели, послушали музыку, поговорили, поскричали опять по окону с поводу и очень довольные друг другом разошлись. Это ужасно, то, что происходит сейчас. Ненависть какая-то возникает, причем мне кажется, мне кажется, в основном у демократов, хотя может быть, я ошибаюсь, и может быть, демократы чувствуют то же самое с нашей стороны. Может быть. Я довольно серьезно отношусь к этой проблеме, потому что по всем параметрам я подхожу как раз к той самой группе риска. Ну, по всем параметрам, по нескольким параметрам. И я понимаю, что, не дай бог, случится, мне трудно будет это пережить. Ну, в силу объективных причин. Но, тем не менее, я не хочу, чтобы вот это все продолжалось, из-за этого разрушалась страна. Ну, в конце концов, все в руках. Дело в том, что пока у нас не похоже, что, извиняюсь, умирают от коронавируса и в 2020 году больше людей, чем умирало в 2017, 2018, 2019 годах помесячно и тому подобное. Знаете, вот я не вижу этого. У нас вот в Калифорнии умирало до коронавируса в среднем в день 762 человека. Если даже, мы еще не знаем точно наш подсчет, но если даже выяснится, что коронавирусные больные в дополнение к этому, то слушайте сюда, у нас умирает 767 человек в день. Не 762, как умирало в течение четырех последних лет в день, а 767. Хотя утверждают многие специалисты, что эти вот пять человек в день войдут, если разбросать их на все месяцы года, на то место, на то время, что у нас есть коронавирус, то они войдут в это же количество людей, потому что от другого вируса не убирают. То есть 762, как было, так и осталось. У нас ничего не поменялось, а мы закрыли страну. Леон, спасибо огромное, как всегда, очень интересно, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, господа, что согласны меня слушать. Спасибо.